В Кирове 12 часов и 4 минуты. Вас приветствует Дарья Топузлеева и Владимир Сметанин. Добрый день, сегодня четверг 20 октября и сегодня у нас тема, она обязательно должна была быть в ближайшее время, потому что мы неоднократно говорили уже, подводили к этому. У нас прошли выборы, главы региона определился губернатор, у нас прошли выборы в городскую думу седьмого созыва и у нас ровно через неделю должен состояться конкурс, в рамках которого станет известно имя нового главы администрации областного центра, без приставки исполняющей обязанности. Да, что касается имен, то известно пока только одно. Документы для участия в конкурсе на должность главы администрации подал Вячеслав Семаков, исполняющий полномочия главы администрации Кирова. Собственно, с ним мы тоже сегодня пообщаемся и с несколькими еще спикерами посмотрим, кто как оценивает перспективы Вячеслава Николаевича на этом посту. И вообще, ну и у самого его спросим, как он тут. Ну, кстати, с Владимиром до эфира тут немного смеялись по поводу того, что готов ли Вячеслав Николаевич к тому, что сейчас к нему будут все относиться несколько иначе. Ты имеешь в виду, ну, все мы тут обсуждающие имели в виду, когда он полностью, да, вот, что называется, станет хозяином города, с этим менеджером, без приставки исполняющего обязанности. И действительно такая ситуация, когда ты прям главный-главный, да, ну, в том числе и шишки, в том числе, да, на него могут посыпаться. Вот что написал Вячеслав Николаевич у себя в Телеграм-канале буквально накануне. Вячеслав Николаевич сообщил он о том, что подал документы на этот конкурс. На эту должность меня выдвинул глава региона, Александр Соколов, пишет Вячеслав Николаевич, высказав тем самым высокое доверие. Исполняя обязанности на этом посту несколько месяцев, я напомню, с августа, с 10, по-моему, числа, Симаков исполняет обязанности главы администрации. Могу уверенно сказать, что это огромная ответственность перед жителями города. Оценить тот объем работы, который стоит перед тем, как займет эту должность, очень сложно. Надо слышать горожан их проблемы, желания и поддерживать с ними связь. Ну и в конце Симаков уточняет, что кандидатура, которая пройдет отбор в ходе этого конкурса, будет выдвинута на обсуждение депутатов Кировской городской думы. И это заседание думы состоится 31 октября, в последний месяц, второго месяца осени. И вот в ноябре мы будем уже, видимо, заходить с новым главой администрации. Предыдущий глава администрации Дмитрий Осипов, как мы помним, сложил с себя полномочия в начале августа этого года. Вячеслав Николаевич с нами на связи. Вячеслав Симаков с нами на связи, исполняющий полномочия главы администрации Кирова, участник, собственно, кадрового конкурса. Вячеслав Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Вячеслав Николаевич. Позвольте, отвлечем вас буквально на несколько минуток. Ну, мы поподробнее поговорим чуть позже и уже с другим нашим специалистом по регламенту проведения этого конкурса. В первую очередь нам сейчас хотелось бы услышать. Ну, мы понимаем, что там некую программу нужно будет давить, озвучивать перед конкурсной комиссией свои мысли, свои идеи по поводу дальнейшего развития городского хозяйства. И вот мы хотим, чтобы вы с нами и с нашими слушателями сейчас поделились вкратце видением дальнейшего развития областного центра. Чем будете брать, так сказать, Вячеслав Николаевич? Вячеслав Николаевич, комиссии. Жюри, да. На сегодня у нас, в принципе, проблем немало. Каждое направление имеет свои особенности. Поэтому здесь, в первую очередь, конечно, надо разобраться со всей структурой. От чего проблема происходит? Нехватка денег. Там, в людях вопросы. Поэтому я ряд проблем озвучиваю. Там, пути решения, понятно, что вот сразу назвать сложно. Но примерно понимаешь, что надо делать и в каком направлении двигаться. Поэтому, как я уже сказал, что бы ни происходило на территории города, проблема есть везде. Транспорт, ЖКХ, благоустройство, работа с населением, с детьми, со всеми. Так что вопросов много. Сейчас все нет, в эфире так и не сказать. Ну, то есть не было у вас такого, что какой-то, я не знаю, ну, хотя бы топ-3 вопросов, на которые, в первую очередь, вам бы хотелось, как вступив в должность главы администрации, решить? Понятно, что вообще не охватить, но хотелось бы просто заниматься всеми вопросами. Понятно, что есть приоритетные вопросы, которые больше всего озвучиваются поселением. У нас это все видно, все понятно. И в соцсетях, и в различных пабликах, и в различных голосованиях все это имеется. То есть в зависимости от сезона разная проблема возникает. В преддверии отопительного сезона вопросы касались больше горячего водоснабжения, отопления. Сейчас эти вопросы отошли, уже вопросы, связанные с содержанием, с благоустройством возникают и так далее. То есть здесь вопросы сезонные. Вячеслав Николаевич, мы, безусловно, следим за вашим телеграм-каналом. И, если позволите, вот пару тем я оттуда возьму. Как раз сейчас передо мной. Когда вы написали пост о том, что подали документы на конкурс, люди начали... Ну, тут большинство комментариев, большинство отзывов. Суть их в том, что желают ваши подписчики вам удачи, победы. Называют вас адекватным, грамотным руководителем. Но вот я смотрю, тут один пост посвящен теме бесхозных сетей в городе. Вот, наверное, одна из основных, главных проблем областного центра, которую нужно решать постепенно. Правда ведь? Бесхозные сети... Вопросом уже занимаемся, сейчас смотрим, каким образом приступать, независимо от того, чьи сети бесхозные, муниципальные, либо они переданы по концессии и так далее. Смотрим, чтобы мы незамедлительно могли реагировать. Сейчас такое положение, порядок разрабатывается совместно с Т-плюс и с водоканалом. Чтобы у нас не было проблем и выяснений. Потому что процедура сложная, принятие в казну. Мы не можем себе такого позволить, что после выявления какой-то проблемы в течение года принимать, потом искать средства, какие-то меры принимать. Нам необходимо меры принимать незамедлительно. Поэтому этим вопросом занимаемся. И параллельно, конечно же, выявление сетей. Такая информация уже есть. Это плюс, что работу проводит и департамент муниципальной собственности, и совместно с департаментом городского хозяйства. Этой проблемой занимаемся. Вячеслав Николаевич, а готовы ли морально к новой должности? Я не знаю, сидели в Первомайском теруправлении, никто особо не трогал. Вячеслав Николаевич продолжает возглавлять Первомайское теруправление. Одно дело просто. То есть все равно круг полномочий, даже не круг полномочий, уровень ответственности изменится. И вот как мы с Владимиром тут говорили, для большинства вопросов вы уже станете крайней точкой, что называется, то есть лицом, на который посыпятся все шишки. Глаза боятся, руки делают. Я благодарен людям, которые информацию направляют мне в Телеграм-канале. Я, конечно же, не успеваю по каждому написать какой-то ответ, но в любом случае мы этими вопросами занимаемся. Мы все берем на карандаш, составляем перечень проблемных вопросов, что можно решить сразу и сразу решается, что, допустим, серьезная, долгосрочная перспектива, тоже это все берем на контроль. И я вот эти обращения-то снимаю не как жалоба, а именно как помощь населения в решении проблем, которые мы должны обеспечить. Тут, кстати, люди советуют вам, рекомендуют пожестче, построже обращаться с всевозможными подрядчиками, которые занимаются жизнеобеспечением областного центра. Это у нас и дороги, и сети, и так далее. Вот советуют вам держать их, что называется, в ежовых рукавицах, почаще использовать кнут, а не пряник. Готовы к этому? Ну, у нас пряников на сегодня практически нет. В основном только кнут. Но надо тоже понимать, что кого-то нужно наказывать и спрашивать, а кто-то физически, юридически, как бы, вот, он выполняет все, что от него требуется. Но, допустим, у нас не хватает каких-то средств для того, чтобы весь комплекс работ проводить. Мы уже неоднократно говорили, что на содержание уличной дорожной сети нам необходимо там более двух миллиардов рублей. Это было несколько лет назад. Но сегодня у нас титул увеличился. Да, увеличился немного объем финансирования. Но все равно все непредусмотрено. Поэтому смотрим, каким образом эти следствия перераспределять эффективно. Ищем, какие подрядчики у нас могут выполнять работы. Поэтому, вот, ну, вот, хотелось бы, вот опять сейчас говорят, что там день жестянщика будет. Я постараюсь организовать процесс. И с подрядчиками мы уже готовимся к этому. Но в любом случае у нас не всегда и люди готовы к этому. Кто-то резину не перебывает, кто-то не меняет манеру вождения. Поэтому готовимся к зиме, готовимся к текущим проблемам. Вячеслав Николаевич, еще такой момент. Деньги, да, конечно, наиболее важная там составляющая любого успешного мероприятия, в том числе управления городом. Но есть, на мой взгляд, да, еще одна вещь незаменимая. Это кадры. Вот, на ваш взгляд, та команда, которая сейчас в администрации города, насколько она вообще будет удовлетворять, там, вашим интересам в случае победы на кадровом конкурсе? И, возможно, сейчас уже присматриваете каких-то людей в случае победы, да, кого можно ввести в ближайшее там окружение? Или наоборот, ликвидировать. Ну, убрать, да, пригласить. Кадровый голод присутствует везде, во всех направлениях, не только в администрации, в производстве, в торговле, везде. Поэтому надо очень осторожно относиться к тому, чтобы кого-то иметь. Надо разобраться все-таки, как человек работает, какие причины есть, какие-то есть замечания к нему. То есть разбрасываться кадрами сейчас нельзя. И какие-то сейчас выводы делать тоже рано. Ну, и такой еще сопутствующий последний вопрос, Вячеслав Николаевич. Не знаю, можете ли сейчас дать на него конкретный ответ или нет. Но вот, опять же, один из подписчиков у вас тут поинтересовался, а кто возглавит Первомайское теруправление, родное для вас, в случае вашей победы на конкурсе. Знаете, я вот заранее ничего не планирую. Вот когда факт случится, тогда и будем думать. В принципе, люди есть достойные, поэтому вот пока и говорить об этом рано. Хорошо, ясно. Спасибо. Спасибо за этот комментарий. Вячеслав Семаков, исполняющий обязанности главы администрации Кирова, был с нами на связи. Напоминаем, что ровно через неделю, 27 октября, состоится конкурс, где будут рассматриваться кандидатуры, где будут присутствовать члены вот этой самой комиссии, жюри, да, можно называть. У нас ведь из двух частей состоит эта комиссия, да? Ты помнишь, это городская дума и областное правительство. Вот мы, собственно, уже потихонечку к регламенту переходим, да, работы этой комиссии. Сейчас мы об этом подробнее поговорим, да. Да, ну, видишь, вот интересный такой момент. И мы с тобой даже ведем, мне кажется, беседу в таком ключе, как будто бы, ну, Вячеслав Николаевич уже выиграл этот кадровый конкурс. Ну, согласись, мы привыкли, мы знаем давно Вячеслава Николаевича, мы следим за его работой, мы знаем, на какие решения он способен, в каком режиме он работает, да, и, в общем-то, вызывает уважение. Но я тут не буду исключением из множества-множества мнений, положительных мнений о работе Симакова. Я тут прочитала даже, Кировский Шептун пишет, да, что, несмотря на то, что Вячеслав Николаевич своим карьерным взлетом явно обязан полностью губернатору, вот, они тоже ему желают всяческих успехов на посту, видимо, тоже не сомневаются в том, что должность он, скорее всего, эту возьмет, скажем так, вот. Дай ему, боженька, здоровья, пишут коллеги. Ну, да, да, Вячеслав Николаевич, он же тут не стесняется, он сразу, прям в начале говорит о том, что выдвинул на эту должность глава нашего региона губернатор Александр Соколов. Сейчас у нас на связи по телефону заведующий отделом по связям с общественностью и работе с информацией аппарата главы города Кирова и Кировской городской думы, Михаила Кирилловых. Михаил, приветствуем вас. Добрый день. Добрый день. Нам хотелось бы узнать конкретно по конкурсной процедуре, собственно, как будет проходить этот конкурс. Мы уже тут сказали, из двух частей эта комиссия состоит. Как они будут заслушивать кандидатов или что там будет? Ну, смотрите, во-первых, комиссия, да, правильно сказали, состоит из двух частей. Это часть, которая назначается главой города, и часть, которая назначается губернатором Кировской области. Все правильно. Согласно положению конкурса, конкурс проходит у нас в три этапа. Сначала будут кандидатам предоставлены тесты, потом будет заслушанный доклад, и потом будет уже собеседование. После чего комиссия решит о том, что допущен ли данный кандидат, либо нет. Михаил, кто готовит тесты и что они из себя представляют? То есть там наверняка есть какие-то блоки по разным темам? Ну, конкретно уже давайте не будем углубляться, какие там конкретно вопросы, каким шрифтом напечатаны. Да, это готовит... Нет, вообще самоспектр, то есть это по каким-то патрослям или что? То есть что должен знать глава администрации? Глава администрации, в первую очередь, должен знать конституцию, требования законодательства, бюджетам налогового, и очень много-много таких тонкостей, естественно, устав города Кирова. То есть тесты, конечно, в первую очередь на знания, умения, навыки государственного муниципального управления. То есть это самое основное, что он должен знать. Ну, там присутствует деловая культура, повышение профессионального уровня, то есть все прочее, прочее, прочее. И определяется уже как раз его качество как руководителя. Это все в течение одного дня? И тесты, и собеседования? Прямо 27-го числа, да, планируется это все осуществить? Да, совершенно верно, все проходит. В течение одного дня комиссия собирается и проводит конкурс. Так, заслушали, выслушали. Потом что, голосование тайное или что вообще между членами комиссии? Да, комиссия... Нет, ну, таких, конечно, уже тайных голосований нет. Комиссия принимает решение же о том, прошел кандидат в конкурс, либо не прошел. Ну, естественно, уже выносить его на рассмотрение Кировской городской думы, либо нет. Ну, и немаловажный вопрос, безусловно, не можем не поинтересоваться и этим. Раз уж это конкурс, то, видимо, в нем должен принимать участие не один кандидат, да? Сколько их сейчас? Ну, да. Сейчас точно скажу, что документы подали на участие в конкурсе три человека. Документы принимаются до 21-го числа, до 15.00, до завтрашнего дня. Ага, есть какие-то требования к людям, кто может заявиться на конкурс? Да, безусловно, требования есть, они все у нас опубликованы, конкретно там большой список, я сейчас не буду весь перечислять. Ну, есть возрастной ценность, не моложе 25 лет, отсутствие судимости, наличие образования, это, конечно, обязательно. Это общие такие требования к подобным конкурсам, которые... Да, конечно. Все тонкости, сейчас очень много времени уйдешь, чтобы я полностью все перечислил. Но в любом случае кандидат должен иметь опыт работы на должности, да, муниципальной, либо государственной, видимо? Ну, такого конкретного требования я не помню, что было, но образование обязательно. Соответственно, и затем 31 октября городская дума, где депутаты уже голосуют полноценно и поддерживают, да, поддерживают кандидатуру, прошедшую конкурс, либо ее, соответственно, не поддерживают. Ну, если там кандидатура, кандидатуры проходят конкурс, то в этом случае, естественно, они уже голосуют за ту либо иную кандидатуру. А, Михаила, я правильно... Если у меня кандидатура конкурс не прошла, то, соответственно, конкурс за мной объявляется. А, здорово, немаловажно уточнее. То есть этот конкурс может пройти не один кандидат? Да, да. То есть я правильно понимаю, что если, например, все три человека, ну, то есть если они три останутся, пройдут этот конкурс, то есть хорошо сдадут тестирование, собеседование, комиссию удовлетворят, они могут все выйти на городскую думу, получается, на голосование? Могут все, да. Вот работают депутаты, да, если все? Это уже принимает решение комиссии. Максимальное число участников конкурса не определено регламентом? Не лимитировано ничем. То есть вполне возможно, что до указанного вами срока еще кто-то успеет заявиться? Ну, давать не будем исключать всех полностью. Собственно, конечно, возможно, все. Поэтому в сегодняшний день пока три человека подали документы. Конкретно у нас в публичном пространстве об этом заявил только Вячеслав Николаевич Симаков. Это известно из остальных, я пока называть не могу, потому что они не разглашают информацию. Все понятно. Спасибо большое за разъяснение, Михаил. Это был Михаил Кириллов, заведующий отделом по связям с общественностью и работе с информацией аппарата. Главы города Кирова и Кировской городской думы. 10... Нет, прости. 15 августа этого года, сразу после назначения исполняющим обязанности глава администрации, Вячеслав Николаевич, приходил к нам в студию, мы с ним беседовали в прямом эфире. И, безусловно, я тогда его спрашивал, вот будет конкурс после выборов в городу, будет ли он заявляться. Тогда он сказал, что еще не определился. Давайте посмотрим, как пройдут выборы, как пройдут выборы в городской парламент, какая команда там депутатов будет и так далее. Но, видимо, определился. И надо учесть, что для Симакова это будет далеко не первый конкурс на главу администрации. Первый раз он участвовал тогда тоже в статусе начальника теруправления в 2017 году. И в 2020 году это вот тот самый конкурс, где Дмитрий Осипов побеждал. С третьей попытки, да, по-моему? Да. Со второй, нет, с третьей. Я не помню, да, то есть это было очень похоже на какое-то, я не знаю, представление. И, соответственно, возникал ряд вопросов, в том числе к процедуре проведения, о которой мы сейчас говорили. Потому что с первого раза кандидатуру не утвердили, но, что называется, люди не сдались. Ну, что касается современного положения дел, то, безусловно, мы общаемся с разными людьми, в том числе и с депутатами Кировской городской думы в рамках наших программ, где-то за эфиром, вне студии. Ну, вот, даже каких-то, знаешь, таких простых на уровне житейских беседца не возникает каких-то других кандидатур и других предложений, кроме Вячеслава Николаевича Симакова. Вот настолько он уже с нами эти последние месяцы. Ну, на самом деле, ведь вопросы эти, да, о том, почему он не выдвигается, задавали ведь не первый год и не только мы. Вот, казалось бы, это каждый раз как-то логично напрашивалось, но вот, наверное, и свершилось, да. Единственное, что сейчас нужно понимать, насколько расширение круга полномочий, да, удачно для Вячеслава Николаевича пройдет. Ну, и все равно, и мне кажется, все равно есть некое вот психологическое, моральное давление будет в этой ситуации, потому что ты себя, одно дело, человек новый, да, ты пришел, например, откуда-то с предприятия или еще куда-то, и ты делаешь все в первый раз. А другое дело, когда у тебя уже есть определенный бэкграунд, в том числе в муниципальном управлении, тебе нужно соответствовать там своей должности, ту, которую ты занимал и был на хорошем счету, да, и тут вот нужно не ударить в грязь лицом, что называется. Не уронить планку. Константин Сичихин с нами на связи, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Константин, приветствуем вас. Да, да, добрый день. Вот мы говорим о том, что настолько мы уже привыкли к Вячеславу Николаевичу Симакову, что прямо вот в голове иной мысли, кроме как его победы в конкурсе, ну, как-то вот она не умещается. Вы, Константин, скажите, тоже уже, вот с какой долей вероятности можете сказать, что... Просто поговаривая, там еще есть люди. Да, Вячеслав Николаевич у нас продолжит работать уже полноценно в должности главы администрации. Ну, с долей вероятности сто процентов, что Вячеслав Николаевич... Да, сто процентов, и тут как бы гадать даже на кофейной гуще не надо, да, на сегодняшний день, по той причине, что сам губернатор Александр Валентинович его поддержал. И я думаю, что других просто на сегодняшний день кандидатов на главу администрации города Кирова нету, кто бы выиграл данный конкурс. Если даже кто-то и подаст документы, да, ну, этот второй, либо третий конкурсант, он будет просто для проведения конкурса... Ну, то есть технические кандидаты, да? Да, он не будет именно тем кандидатом, который выиграет. Ну, вот как раз мы сейчас общались в эфире с Михаилом Кирилловым по регламенту этого конкурса. Как сказал Михаил, участников, на самом деле, уже трое. Из них публично о своем желании пойти заявил только Вячеслав Николаевич. Еще двое кандидатов, они не хотят, чтобы пока вот раскрывали их имена, но они имеют на это право. Ну, пусть и раскрывают. Хотя вот возникают вопросы, да, ты собираешься принимать участие в кадровом конкурсе и не на должности, я не знаю, там, главного специалиста управления, да, на должность главы администрации города, и при этом не хочешь раскрывать свое имя. Это как? Или тут, не знаю, какую-то пиар-кампанию можно было бы организовать. Я иду на конкурс, поддержите меня. Хотя бы запомните мое лицо. Вы же сами отвечаете на свой вопрос, да, как бы, с учетом того, что вы меня вначале задали такой четкий вопрос, победит или не победит, я сразу сказал, что победит. И по той причине, что остальные кандидаты, это кандидаты, которые для проведения данного конкурса, чтобы не одно лицо было в конкурсе, да, чтобы их было два, три, и чтобы конкурс, казалось бы, должен состояться с количеством конкурсантов. Потому что, как я понимаю, согласно регламенту, конкурс не состоится, если будет один конкурсант на данной должности. Константин, перспективы Вячеслава Симакова на посту, как вы вообще оцениваете? Ну, мы же все знаем Вячеслава Николаевича давно, да, как бы, есть положительные стороны, есть и отрицательные стороны на сегодняшний день, но он старается со своими отрицательными сторонами бороться. А что за отрицательные стороны? Хвалить мы можем бесконечно. Что за отрицательные моменты? Нет, давайте лучше о положительных сначала поговорим, потом будем говорить об отрицательных. Хорошо, да. Положительный его момент, что он общается, он общается, он готов идти всегда на контакт, он всегда на связи в любой момент. А отрицательные стороны, отчасти, мне кажется, что ему не хватает на сегодняшний день еще того опыта, на должности главы администрации, потому что все знать нереально, и в данной ситуации ему надо немного времени, чтобы все-таки еще набраться опыта, понять направления, которые требуются для развития города, и дальше уже с хорошей. Ну, и вопрос, понимаете, в команде. Команда тоже не капитан строит, ну, как бы управляет кораблем, а команда управляет кораблем. Если команда будет хорошая в дальнейшем, которой сейчас не хватает в администрации, то корабль лучше поплывет, а корабль – это наш город. Ну вот вы долгое время специализируетесь на дорожной тематике. Вот именно в этой сфере Симаков компетентен, достоин? Ну, судя по тому опыту, который есть уже. Я не скажу, что он уж суперкомпетентен с точки зрения дорожного строительства. Да, я и себя никогда не называл суперкомпетентным человеком в дорожном строительстве. Но с точки зрения как бы знаний, да, у него эти знания есть, основы есть, и это видно. Он может разобраться там, знаете, какая брусчатка лежит, он понимает, какой бордюр установлен, он понимает асфальтное покрытие, как и каким образом должно укладываться, да. И как бы ему больше это знать-то и не надо на данный момент. По той причине, что остальные специалисты в администрации уже, которые получили это образование, они должны ему подсказывать, как грамотно это сделано, либо неграмотно это сделано. Нет, я больше имел в виду компетенции по поводу налаживания связей и взаимодействия между городом, чиновниками, подрядчиками и так далее, чтобы и в срок все делось, и качественно все делось, и люди были довольны. Ну, данной компетенции у Вячеслава Николаевича хватает, по той причине, что мы наблюдаем с вами, что, по крайней мере, с приходом его на должность, исполняющий обязанности, глава администрации у нас ничего не остановилась. И все работает своим чередом, все компании, которые у нас управляют, ну, как бы занимаются благоустройством, освещением, ремонтом, они работают и выполняют свои обязанности. Ну что ж, еще раз повторим, что сомнений практически нет в том, что Вячеслав Николаевич не займет, да, собственно, кресло сити-менеджера. Спасибо, Константин, за этот комментарий. Здравствуйте. Константин Сичихин, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, с нами на связи был. Ну, на самом деле, понятно, да, как-то глубоко, наверное, в дорожную тему главе администрации, ну, в плане каких-то технических, да? Нет, я же говорю, я уточнил. Ну, я не имел в виду, да, зачем знать марку асфальта там? Ну, потому что, да, благодаря Константину и его коллегам даже мы с тобой разбираемся во фракциях щебня, но специалистами это нас, к сожалению, не делает. Давайте на рекламу сейчас пойдем, через минуту продолжим. Продолжается наш разговор, напоминаю, что говорим мы о конкурсе, который состоится через неделю, и по итогам этого конкурса станет известно имя кандидата, кандидат ТАВ, как мы сейчас выяснили, да, потому что не один может быть претендент. Определяться уже будут непосредственно депутаты Кировской городской думы 31 октября. В общем, новый глава администрации нашего города. Слушай, я сейчас себя на мысли даже поймал. Знаешь, вот когда говорят о людях очень много, всегда кто-то найдется, кто никто никогда не слышал, да, об этом человеку. Кто, почему вы о нем говорите, кто такой Симаков, почему вы его хвалите? Дайте небольшую хоть биографическую справку приведу. Вячеслав Николаевич родился в августе 1973 года, то есть в следующем году ему 50 будет. Мужчина в полном рассвете своих сил. Ты озвучь место, это важно. В Кирове родился, в Кирове родился. Вот и дорогие кировчане, кировчанин. Окончил Кировский политехнический техникум, Вятский государственный технический университет, а также Волговятскую академию государственной службы. Трудовую деятельность начал в 92-м году автослесарем на спичечной фабрике «Красная звезда». Ну кто тут еще скажет, что Вячеслав Николаевич не из народа, да? Также работал водителем, мастером на частных предприятиях с 2006 года различные должности в управлении благоустройства и транспорта. И вот с 2017 года он является начальником теруправления по Первомайскому району. То есть последние пять лет уже. Пять уже с лишним. Окажется, что вечности... Вот кто такой Вячеслав Николаевич. Вот, ну сколько, вот мы полчаса общаемся, и пока, в общем-то, сходимся к тому, что Вячеслав Николаевич, скорее всего, займет должность главы администрации города. Мы сейчас не давим на комиссию. Нет, не давим совершенно. Мы просто полчаса хвалим Вячеслава Николаевича. Который будет принимать непосредственно решение, да. Ну, мы же, да, озвучивали эти неоднократные истории, в том числе в эфире. Они там где-то в новостях мелькают, да, в каких-то блогах о том, что масса есть конкретных примеров, конкретных дел, когда Вячеслав Симаков помогал. И очень много людей, да, то есть из ребят, из активистов, да, кто приходил к нам в эфиры и озвучивали эту же самую фамилию, и говорили, что вот у нас возник вопрос, возникла проблема, возникло одно, другое, пятое, десятое, да, с какими-то проектами по благоустройству, и, не знаю, там, акциями, еще чем-то. Мы позвонили Вячеславу Николаевичу, и дело было данное. И получили ответ. Да, получили ответ, решили свою проблему или еще что-то. Поэтому вот, ну, действительно, наверное, тот случай, когда и незазорно человека немного похвалить, но остается пожелать, вот, действительно, ему, чтобы все хорошо в итоге на посту, на новом у него получилось. Вот я тут одним глазом, что называется, продолжаю читать комментарии. Под постом, в котором Симаков сообщил о том, что подал документы на этот конкурс, есть несколько записей, комментариев о том, что, ну, больная тема поднимается, но не то, что больная, но за нерв вот это трогает. Я думаю, что и нас с тобой тоже это. Это, а мол, почему мы главу администрации не сами выбираем, да, не всем городом. И тут в продолжении этих комментариев люди пишут о том, что вот если были эти выборы всенародные в областном центре, то мы бы за вас, Вячеслав Николаевич, проголосовали. Вот, видишь, людям хочется самим выбрать Вячеслава Николаевича, не какая-то там конкурсная комиссия. Ну, мы об этом, да, много говорили и в плане главы города, и в плане главы администрации города. Непонятно, да, то есть и мнение тут постоянно делится. Вроде бы тех нужно выбирать, а это хозяйственная какая-то должность, и ее должны оценивать специалисты, потому что, видишь, как Михаил Кириллов их нам объяснил, они проходят тестирование на знание всего-всего, судя по всему. Законы, регламенты, нормы, какие-то положения. Конституции и прочее. Соответственно, должна быть какая-никакая подготовлена программа, которую тоже оценивают специалисты. Вот, ну, посмотрим. Денис Ерохин с нами на связи, депутат Кировской городской думы. Денис, добрый день. Добрый день. Да, Денис, мы в прямом эфире, да. Да, затягивать не будем. Если выходит Вячеслав Николаевич. Есть ли шансы на то, что Вячеслав Николаевич не займет должность главы администрации? Я думаю, в данной конкретной ситуации, я думаю, что нет. Потому что вероятность его занятия – это должность 100%. Все остальные кандидаты – это, естественно, технические. Как бы, я не знаю, то есть они не верили в победу, но я думаю, что там наверняка будет кто-то из каких-то чиновников, которые не могли бы отказаться и у которых просто, ну, так скажем… Вытянули короткую спичку. Вячеслав Николаевич вменят участие в конкурсе, ну, на мой взгляд, что-то такое. Сам Вячеслав Николаевич два раза был таким техническим кандидатом. Ну, вот очередь, видимо, достояла и до того места, куда он хотел. Поэтому я думаю, что сейчас, да, он займет эту должность и с вероятностью 100%. Вы-то поддержите его кандидатуру? Вы знаете, как бы, конечно, из всех, кто на сегодняшний день находится в администрации, это, наверное, ну, как сказать, более эффективный, наверное, как бы чиновник, по крайней мере, более переживательный за город. Вот, вот, но если вся эта команда останется, ничего хорошего не произойдет. И я вот ехал, как раз слушал то, что вы говорили, вы его так захваливаете, давайте подождем года два, и, ну, там будут уже, по крайней мере, какие-то выводы и какие-то результаты, ошиблись или нет. То есть, как бы, в том созыве мы единогласно утверждали, и сама Шульгина, значит, после Быкова нам, мы готовы были утвердить, наверное, кого угодно, когда приезжает человек, там, все они выходят, говорят, за здравие, за развитие города, там, и так далее, и тому подобное. Но в конечном итоге все это закончилось уголовными делами. Ну, Осипов это было очевидно, поэтому он с первого раза не прошел, как бы, поэтому, ну, это было сразу понятно, что это закончится тем, чем, в принципе, ну, еще, наверное, не закончилось, чем закончится, да? А вот смотрите, Денис, да, перебью времени мало, вот раз уж вы вспомнили Шульгина, вот сама по себе, да, напрашивается параллель, то есть, человека и команды. То есть, вот, если брать отдельную Шульгина, ну, ведь, ну, неплох человек-то был. То есть, как говорится, тоже под протекцией губернатора находился, да? Моменты, но, знаете, команда, то есть, невозможно, допустим, управлять, там, одному Симакову или одному, как бы, Шульгину городом. Поэтому, вот, что у Шульгина была команда, которая привела его, ну... Ну, много говорили, да, о том, что Шульгина подвела команда. Мы ничего не сделали, да, то есть, как бы, там, ну, так если взять, там, из глобального, да, были какие-то позитивные моменты, это же, там, там, дело по Парку Победы, которое я постоянно говорю, что это благодаря Шульгину, там, его, как бы, оттолкнули, и Быков, в том числе, там, все эти истории, да? То есть, это все было при нем. Поэтому, то, что Осипов, ну, это было очевидно, это, то есть, это ставление к определенной коммерческой структуре, которая, в принципе, ну, на мой взгляд, и вот какие-то были, такая однобокая история, когда вот он, ну, вот, я не знаю, я служу по комиссиям, которые, в принципе, он посещал, и, ну, не сказать, что ему что-то было интересно. Поэтому о каком-то, как бы, развитии нет. Если взять, о, как бы, Симакове, то, конечно, он, каждую проблему он, там, делает обходы города, то есть, там, по выходным дням, будучи главой администрации Первомайского района, это точно знаю, потому что, как бы, он переживает за, то есть, он каждую проблему отрабатывает. Денис, я прошу прощения, минутка осталась. Полминутки даже, 40 секунд. Вот, смотрите, депутаты городской думы в случае чего могут давать какие-то, я не знаю, рекомендации, да, по команде главе администрации города? То есть, главой города понятно, а главе администрации? Во-первых, это еще давали Шульгину, и он говорил даже цифру, что сокращено было 30% чиновников, потом давали Осипову, вот тоже там какие-то, то есть, надо разбираться, надо еще что-то. Ну, как правило, там ничего сильно не произойдет. Если, конечно, он будет там увольнять, менять и находить более эффективность, и как-то это сокращать, и делать более работоспособную команду, конечно, у него, как бы, какие-то будут успехи. Если он останется в этом болоте, которое сейчас есть, на мой взгляд, то есть, как бы, вот, ну, понятно, что это такое образное сравнение, то, в принципе, ну, он один ничего не сделает, как бы он там не переживал, не хотел этого. Денис, спасибо большое, заканчивается у нас время. Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы. Говорили мы сегодня о Вячеславе Симакове, который подал документы на конкурс на должность главы администрации города. Владимир Сметанин, Дарья Топузлиева. Дневной разворот завершаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова